Зарплата депутатов в будущем году вырастет на 1400 леев, до 19,5. Это предусмотрено в проекте бюджета, одобренном Кабмином на прошлой неделе. Там же черным по белому написано, что оклад президента поднимется на 1500, до 21. А вот учителей ждет надбавка всего в 316 леев. Средняя зарплата составит около 6000. Люди говорят, что почувствовали разницу не только в оплате труда, но и в отношении властей к самим себе и к ним простым смертным. Я считаю, что это нечестно. Почему? Потому что у нас очень много проблем. Ей лучше бы повысили пенсию. Я каждый день прохожу и вижу бабушки, которые сидят, просят деньги, которые продают что-то, цветы какие-то, вещи, потому что не могут просто выжить. А депутатам, ну понимаете, мне кажется, эта зарплата им вообще не нужна. Они, мне кажется, вообще не заботятся о каком-то будущем. И мне кажется, на данный момент состояние нашей страны очень печальное. Люди говорят, что эти непропорциональные надбавки лишний раз подчеркивают отношение властей к тем, кто трудится и платит налоги. Я считаю, что профессорские должны иметь очень большие зарплаты, чем те, которые они имеют. И не забываем и от медицинских. В Европе, в Канаде, самые большие зарплаты, которые будут в бюджетах, они имеют вредители, медицинские и профессорские, которые они имеют в месте. Но самые большие зарплаты, они имеют медицинские. Я думаю, что мы должны подчеркивать примеры для них. Профессори, которые они уже были самые известные, они очень много зарплаты для наших детей, и это как раздражение для них, в сравнении с зарплатами депутатов и органами, Правительство одобрило законопроект о бюджете на 2021 год в пятницу и передало его на рассмотрение парламенту.